День рождения у Леонардо Ди Каприо Так вот, когда мне было 7 лет, я в первый раз посмотрела фильм «Титаник». После этого я настолько сильно влюбилась в этого актёра, что я ему писала письма. И вот Полина, чтоб ты знала, Леонардо Ди Каприо, я думаю, что уже в течение 13 лет ищет меня, ведь я ему писала самые письма любовные, свои признания в любви, поэтому ты сильно губы не раскатываешь, и вот, в принципе, лень, первая семья встречи, иду я. Вот мне кажется, в этом и вся есть причина, почему Леонардо постоянно расстаётся с девушками, то с Блейк Лавли, то с Жизель Бунтхи, со всякими моделями, просто вот он всё пытается найти Дашу Власову из Тюмени, которая писала ему в 7 лет, а найти не может, потому что писала на русском. Ну, в общем-то, про Леонардо Ди Каприо я, наверное, закончу на этом рассказ, и перейду к событиям в мире. Вот появилось объявление в интернете, что кровать, на которой скончался Майкл Джексон, выставят на аукцион. Огромная двухспальная кровать, на которой кумир миллионов милованов испустил последний вздох, станет одним из сотни предметов, выставленных на торги престижного дома-аукциона «Жульен» в Голливуде. Обстановку, которая окружала великого музыканта на протяжении последнего года его жизни, сможет приобрести любой желающий уже 17 декабря. Именно в этом особняке Джексон жил со своими детьми с декабря 2008 по 25 июня 2009 года. По словам организаторов, все предметы интерьера полностью аутентичны и никем не тронуты после смерти исполнителя, поскольку его спальня счета с местом преступления и была опечатана. Вот, Айгуль, Полина, вот как вы думаете, вот если бы у вас, кстати, были деньги, вы бы купили кровать, на которую... Нет, на которую... Кто-то... Нет. Я бы купила, не знаю, его кожаную кулку, я бы купила все его штаны, я бы купила его парик, очки, но не кровать. А я бы вообще не стала ничего покупать. Сколько это кровать, кстати, вы распроели? Пока стоимости кровати... Никакой информации по стоимости кровати нет, но я вот думаю, когда она появится, я обязательно об этом хотя бы вкратце вам всем расскажу. Но вот я считаю, что это не очень этично, особенно вот именно вещи после смерти, это как-то, мне кажется, не этично. Ну, ты знаешь, вообще фанаты, это люди сумасшедшие. Им все равно, умер, не умер. Вот, кстати, про... Зуб жевалил, жевачка в Бритнес-Перс была история. Жевачка, в смысле, жеваная? Да, какой-то фанат или папарацци поднял жевачку, которая пожевала и выпила Бритнес-Перс, и продал ее за 2000 долларов, по-моему. Ай-яй-яй-яй-яй, как это все бактериально. А ты знаешь, вот, кстати, кто же? А, Филипп Киркоров, наш любимый Филипп Киркоров, двухметровый болгар. Он, болгарские перочки, я бы так сказала. Он, между прочим, вместе с каким-то тоже артистом открыли они магазин поношенной одежды, да, но он собирает туда одежду вот всех наших звезд. И там как бы продают, ну, я думаю, тоже за бешеные деньги, там из серии платьев, которые поступали, звезды на сцене. Да с Басковым, по-моему, они как магазин открыли. Ну, вот не знаю, кто они покупают это, не понимаю. Вот, кстати, недавно продали в панталоны одной из, вот, королев Великобритании, да, они причем панталоны 19 века, которые она носила. No! Причем продали за какую-то безумную цифру, по-моему, несколько миллионов долларов они стоили, или фунтов даже, стерлингов. Полина, тебе уже плохо. Я вижу очень плохо. Давайте надели эти панталоны. Легли на кровать, на которой умер Джексон, и поживали жвачку, которую вы не сперзли. О, Господи, еще джинсы Киркорова тянули на себя, на панталончике сверху. Слушайте, ребят, давайте включаемся в это обсуждение онлайнеры, простите. Да. Потому что, ну, панталоны, штаны, вот это все, зубы, жвачки. Что это? Вы бы это купили, не купили? Пишите, обсудим. Потому что, ну, очень интересно. Даша, ты закончила или нет? Нет, я еще не закончила. Продолжена. Да, очень интересно, что дальше. Событию. Вот, к примеру, в лондонском музее Мадам Тюссо появилась восковая фигура Кейт Уинслет. Это вот, которая с декабря как раз в «Титанике» играла, которой очень сильно повезло. Специалисты для полного образа звезды выбрали красное длинное вечернее платье, в котором Кейт красовалась на церемонии вручения Эмми, которая фэшн-критики не раз называли лучшим нарядом Уинслет за всю историю ее выхода в свет. К работе художники отнеслись очень ответственно, что было видно даже потому, как на презентации фигуры они дорисовывали последние штрихи. Кстати, хочется напомнить или рассказать тем, кто еще не знает, что в октябре этого года наш русский хоккеист, а ныне игрок клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин также был, так сказать, продублирован в музее Мадам Тюссо, только на этот раз не в Лондоне, а в Вашингтоне. И после Уэйна Грэцки Овечкин стал вторым хоккеистом в мире, увековеченным в воске. Кстати, Овечкину можно как раз купить этот зуб Джона Леннон и вставить себе. Тот ли это зуб? Ну какая разница? С прочим пределами, потому что ему нужен зуб, а зуб вот такой, как бы, Овечкин Леннон. Это прям. Самое главное, чтобы он никакой одежды у Баскова не покупал, потому что только все будут не учиться считаться. Представляю, выходит на матч, куртки от Баскова. И на кровать, главное, ты не ложишься. Никуда еще не принесет. Александр, ты нам нужен. Ну, то есть ты нужен в Вашингтон Кэпиталс, но ты, как бы, наша гордость. Вот. Ну а теперь хочется рассказать еще о событиях в России. Вчера в Курске открылась первая российская киношкола «Права человека», организатором которой выступает гильдия кинорежиссеров России при поддержке Европейского Союза. Первое занятие решено посвятить теме «Право на культурные ресурсы». Также пройдет показ художественного фильма «Два дня» режиссера Авдотьи Смирновой. Вообще, в целом, проект будет способствовать лучшему пониманию в молодежной среде стандартов в области защиты прав человека, укреплению европейской идентичности россиян на основе общих ценностей, включая свободу выражения, демократическое функционирование СМИ и соблюдение прав человека. Поэтому, если вас это заинтересовало, можете прямиком лететь быстрее в Курск и участвовать, может быть, получить какие-то новые знания в киношколе «Права человека». Привет всем нашим онлайнерам, с кем я еще сегодня не виделась. И с вами Даша, и вы смотрите мой блог «Афиша». И в прошлом часе я вам рассказывала о том, что произошло в мире и в России. Мы обсуждали день рождения Леонарту Ди Каприо, продажу кровати Майкла Джексона, на которой он скончался, ну и другие события. А сегодня, сейчас я перейду к событиям о том, что происходит сегодня в городе. Уже сегодня, я об этом говорила в начале недели, в ночном клубе «Пирамида» будет выступать Слим из группы «Центр». Также с ним приедут Славецкий, А.К Константа и диджей Ник Ван. Все гости будут из Москвы, и в «Пирамиде» сегодня напоминаю, что в 22.00 за 500 рублей вы можете посетить это мероприятие. Я думаю, что билеты, наверное, еще пусть в небольшом количестве, но остались. Но если вы хотите быть эксклюзивным гостем на этой вечеринке, то вы можете купить билет за 1500 рублей. Также весь этот концерт пройдет при участии РТ-картель, Тайгар, Турназаров и Абветис из группы «Девятиграмм». «Девятьграмм» – это группа из Екатеринбурга. Поэтому приходите, будет, я думаю, что интересная тусопка для любителей рэп-музыки. Ну и также сегодня в «Кафе-37» подведут итоги конкурса «Планкинг» от «Кафе-37». Вот у них было голосование всю эту неделю. Для тех, кто не знает, объясню, нужно было сфотографироваться вот примерно в такой позе горизонтальной, как будто вылетите в этот момент куда-то. И вот победители, три победителя, которые вот буквально их отобрали, они сегодня будут в «Кафе-37» и ровно в 23 часа 11 минут, вот сегодня 11, 11, 11, опять-таки магия чисел, подведут итоги и победитель получит планшет от «Кафе-37». Ну а если вы вдруг не успели поучаствовать в этом конкурсе, но вы обязательно хотите принять участие в каких-то конкурсах, каких-нибудь с фотографиями, вы можете вот как раз принять участие в конкурсе экстрим-фото от «Кулига-парк». Если у вас есть какие-то экстремальные фото, то вы можете выиграть посещение в «Кулига-парк» на двоих. Все подробности об этом конкурсе, об этом мероприятии вы можете посмотреть на сайте мой портал. Вот там вот выше есть вкладка «События». Главное, чтобы вы успели подать свои заявки и отправить свои фотографии до 27 ноября. Также сегодня я хотела вам рассказать о гастролях театра музыки и поэзии Иваны Камбуровой, потому что завтра был запланирован спектакль «Апсент» в филармонии, но, к сожалению, с 12 по 14 ноября ее гастроли были отменены, причина не указана, но вот для тех, кто собирался, плохая, наверное, новость, концерта и спектаклей не будет. Также, вот как раз-таки, возвращаясь к «Магии чисел», сегодня выходит фильм «Одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать». Это фильм по жанру ужасы и триллер. Вот я вам расскажу вкратце о сюжете. В центре событий известный писатель по имени Джозеф Крон, потерявший в результате несчастного случая жену и ребенка. Чтобы отправиться от трагедии, он идет в Испанию, где живет его брат Сэмюэль и находящийся при смерти отец Ричард. Но судьба продолжает преследовать Джозефа, и все события оказываются мистическим образом, связанные с числом «Одиннадцать». Джозеф становится одержим этим числом. Проведя расследование, он выясняет, что «одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать» произойдет некое событие, информация, о котором зашифрована в молитвенных книгах разных религий мира. Скоро он понимает, что вот это вот тройное «одиннадцать» – это предупреждение. Ну и сейчас, я думаю, что мы можем посмотреть трейлер к этому фильму. Я в Испании. Что? Я в Барселоне. Ты серьезно? Да, у меня здесь живут брат и отец. Отец при смерти, я думаю, ты должен об этом знать. Каждый раз засыпая, я надеюсь, что больше не проснусь. Я молил Бога, которого нет, чтобы меня сбила машина. И когда это случилось, на мне не осталось даже царапины. Это не твое время? Нет, как раз мое. Меня должны были отвезти в морг, а не домой. Я хочу у тебя кое-что спросить. Тебя когда-нибудь преследовали определенные цифры, возникая перед глазами снова и снова? Одиннадцать десять. Сейчас одиннадцать одиннадцать. На мне были эти вещи, когда меня сбили. Это точное время смерти Дэвида. На тебя напали в одиннадцать одиннадцать. Ты думаешь, если тебе постоянно встречаются какие-то цифры, кто-то пытается с тобой связаться? Это ведь знак, какой-то сигнал. Но от кого? Библия против предсказания будущего. Кто бы ни пытался привлечь твое внимание, это явно темные силы. Так ты веришь в дьявола? Я верю в Бога. А с этим приходит и вера в существование дьявола. Ничего нельзя изменить. От режиссера Пилы-2, Пилы-3 и Пилы-4. Джозеф, помоги! Собой! Что это было? А нельзя. Одиннадцать одиннадцать одиннадцать. Теперь всем точно. Афиша. Вот вы и посмотрели трейлер к этому фильму ужасов. И вот лично мне больше всего в этом трейлере понравились виды Барселоны и собора Саграда Фамилия. Потому что я сама была в Барселоне. Очень, на самом деле, красиво. Собор все еще доставят. Вроде как в 2030-2018 году его наконец-таки достроят. Ну а что касается самого фильма, мне кажется, довольно-таки ничего нового мы там не увидим, кроме вот загадочных этих цифр одиннадцать одиннадцать одиннадцать. А вот Айбуль, Полина, вот вы как думаете? Вообще вот это вот не слишком ли испыта эта тема апокалипсиса? Ты знаешь, мы ее лично избили несколько дней назад в нашем эфире, когда про «Конец света» говорили. Мы столько версий придумали и сразу показывали фильмы, там, и научные, и фантастические. Поэтому эта тема реально избита. Вот я не пойду, наверное, потому что как-то эта тема мне больше нравится с людьми реальными общаться на эту тему. А смотреть опять эту фантастику надоело. Ну я да, я согласна, и тем более жанр триллер ужаса. А ты же сара пилы, кстати. А, нет, все, я не согласна. Тем более триллер ужаса. Нет, я совсем в другом сейчас состоянии пребываю. Мы смотрим фильмы с Леонардом Декабре. И, кстати, онлайнеры, давайте-ка активизируемся вновь, пишем ваши любимые фильмы с участием этого замечательного актера. И почему они вам так нравятся? Ну, это все-таки, возвращаясь, если к этому фильму, если вас вдруг он заинтересовал, и вы не такие скептики, не так скептически относитесь к этим числам, как мы, то можете посмотреть, где, во сколько и когда можно этот фильм целиком увидеть, в каком кинотеатре, на сайте мой портал. И я вас снова отправляю на эту вкладку в события, которая наверху, там, чуть выше. И там вся информация об этом фильме, о других событиях, можете узнать. Ну, а вот в следующий раз, когда я появлюсь, я вам расскажу о том, чем же можно будет сегодня вечером заняться, какие мероприятия ждут в клубах, в кафе. О, давай-давай, вот это и поинтереснее уже. Ну, тогда я вернусь в следующий раз, и, наверное, Полина Айгуль я вам расскажу, и вам, дорогие онлайнеры. Это был видеоблог Афиша. Всем нашим онлайнерам еще раз привет, с теми, с кем я еще сегодня не виделась, и с теми, с кем виделась, напоминаю, что меня зовут Даша, и я рассказываю вам о самых интересных событиях в мире, в городе и, конечно же, в нашем городе. Итак, вот сейчас мы посмотрели сюжет танцевальной лихорадки, вот она уже закончилась, сейчас проходит награждение победителей этой самой танцевальной лихорадки. И вот сегодня Айгуль и Полина зачитывали лучшие блоги, так вот самый лучший блогер сегодня получит iPad от Arsenal Plus. Ну, а теперь можем перейти к событиям. И сегодня, мы напоминаем очередной раз, я напоминаю о том, что сегодня 11.11.11, и, естественно, не могли это клубы обойти стороной, эту дату. Вот, к примеру, в диджей-баре Евро сегодня вечеринка под названием «Магия цифр». До полуночи вход для мужчин будет 111 рублей, для девушек же свободный. И также до полуночи все бактерии по 111 рублей. И до полуночи, если вы успеете зарезервировать столик, депозит любого стола 111 рублей. Также 111-й посетитель получит вип-карту в подарок. Для вас сегодня в диджей-баре Евро выступят диджей Вегас, Макс Биткинг и диджей Космос. Сегодня другая программа, также есть в клубах, не только касаемая магии цифры, магии чисел. Сегодня в клубе The Pompadour Club Gold Weekend пятница. Pompadour рады представить вам самую золотую встречу долгожданного сезона. Сезона любви, новых эмоций и невероятных свежих легких золотых ощущений. Каждую пятницу Pompadour Club будет дарить золотое украшение для прекрасной леди. Поэтому, девушки, если вас это заинтересовало, вы хотите получить какую-нибудь милую, дорогую безделушку именно от этого клуба, то приходите обязательно, потому что сегодня вход, кстати, свободный при условии прохождения фейс-дресс-контроля, поэтому позаботьтесь о вашем внешнем виде. И также для вас в клубе The Pompadour будет прекрасное гоу-гоу в костюмах от Максима Некрасова. И будет при пати также в грин-руме. Будут играть диджей Алексей Драм и Сергей Сабурев. Поэтому, если вы хотите провести перед клубом время весело, приходите в грин-рум и потом отправляйтесь уже в сам клуб. Также сегодня день Святого Мартина в пабе Золотой Кабан. То есть не только сегодня 11.11.11, но и национальный германский праздник. Гости мероприятия погрузятся в культуру Германии и разделят с католиками их обычаи и традиции. В этот вечер всех, кто посетит Золотой Кабан, ждет атмосфера немецкого праздника. Развлекательная программа для гостей, викторина от ведущего Яна Савичева и угощение от заведения. Также в пабе и виски-баре Гринвич сегодня вечеринка под названием Winter Glory. 11.12 и 12.11, то есть сегодня и завтра, Гринвич приглашает вас принять участие в зазывании зимы. 12.11, зажигательные танцы, песни, игры в снежки, катание на санках, теплая компания и дружеская атмосфера. Это далеко не все, что вас ждет в Гринвиче. Также, чтобы веселье не кончалось, Гринвич порадует вас подарочными коктейлями и дегустацией напитков на входе. Гости в шарпах, варежках и вязаных шапках горячо приветствуются. Столики. Единственная праздность была у этого заведения бронировать столики заранее. Вы можете их забронировать по телефону 396811 и вот зазвать зиму наконец-таки. Хотя в Тюмени она уже, по-моему, наступила, судя по погоде. И также сегодня, 11 ноября, вечеринка в пирамиде Step Up, вечеринка танцев. То есть, если вы, например, сходили на концерт Слима, Константы и диджея Ник Вана в пирамиды, после этого хотите отдохнуть, но никуда не ехать, то вот вы можете посетить ту вечеринку. Там будут танцы, будут батлы, танцевальные батлы среди всех посетителей. И те, кто будут лучше всех танцевать в пирамиде, их обязательно наградит. Будут угостить чем-нибудь, я думаю, из бара. Вход до 20 часов 30 минут 0 рублей, то есть бесплатный, а с половины 12-го 200 и 250 рублей. Вип-зона, если вы захотите, например, посидеть за столиком, будет стоить 1000 рублей. Это депозит, то есть на эту сумму вы можете заказать себе что-нибудь. Также сегодня в клубе «Живая очередь» на московском тракте 106 будет драман-бейс и джингл-пати. Сегодня приезжает диджей Куар из города Екатеринбург, этот диджей играет с 99-го года. В Екатеринбурге переиграл во многих клубах, то есть обещают музыкальный коктейль просто невероятный. Вы можете за 250 рублей посетить это событие, ну а с флайером за 200 рублей. Ну вот флайер, я думаю, что вы уже взять нигде не успеете, потому что все уже закрыто. Но вот за 250 рублей, или если у ваших знакомых есть флайера, то вы можете получить скидку в 50 рублей. Также сегодня, вот меня очень удивило одно мероприятие своей афишей. Сегодня в клубе «Рай», я лично, если честно, в нем ни разу не была. Он находится на улице, где-то на 53. Будет мега-травести звезда из города Екатеринбурга. Леди Апаташ, то, что вы ждали. Тетя Сова Крапивина. Вход 250 рублей, поэтому если вы хотите увидеть эту женщину, или эту тетю, я бы как сказала, даже не тетя, а тетя Сова Крапивина, приходите в клуб «Рай». Но вот я, честно говоря, сегодня в клуб «Рай» точно не собираюсь. А куда ты собираешься? Я думаю сегодня, наверное, сходить в «Буддабар». Кстати, вот «Буддабар», «Гранж» и «Жираф» ждут всех со своими традиционными вечеринками. Вот поэтому я, наверное, схожу в «Буддабар», а потом зайду в 37 посмотреть, кто же выиграл в этом конкурсе «Планкинг». Вот этот «Планкинг». А, «Планкинг». Это модная штука, надо как-нибудь устроить там в студии тоже «Планкинг». И еще, кстати, есть, нам Маша написала «оулинг» есть. Это когда застываешь в форме совы. Это как? Это, короче, я не знаю как, но нужно посмотреть в интернете срочно «оулинг». И научиться. Глазами делать же? Вот операторами подсказывают, что вы так делаете. А может быть, как-то у тебя слов она опишет? Кажется, что она в «оулинге» принимала участие. Я думаю, да. Но, слушайте, оказывается, много вариантов можно придумать. А вот мы сегодня, Айбуль, ты куда сегодня пойдешь вечером? Я в дискотеке не особо люблю, потому что я там прихожу и сижу, и сижу, и сижу. Но я бы, наверное, сходила бы в кино. На 11-11-11. На Сумерке. На Сумерке. Молодец, конечно. Ира Широкова нам советовала сходить или в Нир, или Оля, или Дяй. Тут из них про «Ромовый дневник». Я очень хочу на Джуни Деппо с «Ромовый дневник». Ты извиняешь, что я на 2 декаплево? Ну, мне даже лучше. Не достанет. То есть ты сегодня собираешься по Шпалине в кино? Я, наверное, в кино, хотя, на самом деле, неделя была тяжелая. Неделя эфиров здесь. Ну, так подмотала чуть-чуть. Может, мы где-нибудь посидим сначала? Макдональдс поесть. Какие даже варианты. Ну что, что еще там? Все? На сегодня все. Я думаю, я уже пойду собираться, потому что мне уже пора собираться на разные вечеринки и мероприятия. Ну, а я увижусь с вами завтра, и вы меня увидите завтра. Я расскажу уже о том, какие вечеринки, какие мероприятия ждут нас в выходные, в субботу, в воскресенье. Поэтому давайте завтра увидимся, и всем пока. Моё ТВ Моё ТВ ежедневно с 6 до 10 вечера